Добрый вечер! У микрофона Яков Кротов. Сегодня я нарушу последовательность, тем более, что я немножечко пока еще простуженный, и скажу несколько слов об актуальном, совсем остро актуальном, в связи со встречей виртуальной Байдена и Путина. Скажу то, что уже написал в фейсбуке, получил от украинцев, от украинских бывших уже френдов, отзывы, которые меня заставили вспомнить, что блаженны миротворцы не потому, что их слушают, не потому, что их приветствуют, а потому, что они потом в пакиматии в вечности Бог их назовет своими детьми. А здесь их назовут выродок. И вот я такой выродок. И я скажу, эта встреча в СМИ, экспертами, многими понимается как поддержка Украины, что Байден четко положил, жестко указал, пообещал и так далее. На мой взгляд, эта встреча вообще чисто символическая. Для Путина она имеет значение, скорее всего, просто легитимизации. Он президент. И заметил, что те же западные политики, которые хвастаются, что не называют президентом Лукашенко, Путина президентом называют. Хотя он ничуть не более легитимен, законен, чем Лукашенко или кем-чему. Двойной стандарт к сильному и к слабому. Против Лукашенко молодцы, а против Путина и сами овцы. Так вот, угроза отключить от свифта, это, по-моему, самая тяжелая из всех угроз Байдена, ничего для Путина не значит. Он уже давно создал в России независимую банковую систему для внутрироссийских расчетов, мир. Уже давно все подготовлено к отключению российского интернета от общемирового. И это все равно будет сделано. Нападет он на Украину, нет ли, рано или поздно, это неизбежно. Это логика тоталитаризма, которая приводит себя в порядок после очередного передела собственности между номенклатурой. Это будет. Это неинтересно и скучно. А важно вот что. Представим себе, что на Москву высаживается китайский десант. Что должны делать мы, жители Москвы? Я буду продолжать жить, как жил. Я не уйду ни в какие партизанские отряды. И не думаю, что многие уйдут. Но мало кто уйдет от трусости, прежде всего струсят наши российские военные. А я не уйду, потому что я иду к Богу. А если на Тбилиси нападут? А если на Киев нападут? Я убежден, что как в 2014 году доблестные украинские военные струсили, разбежались и страну защитили миряне, если можно так сказать, так и при очередной атаке. В Германии, наверное, было бы по-другому. Но не дай Бог, если мы нападем действительно на страны НАТО, хотя и этого исключить нельзя. История сплошь и рядом заключается из событий, которые были бы всем казались невозможными. Но именно они происходят. Другое дело, что невозможных событий 20 тысяч вариантов происходит какое-то одно. Но оно, как правило, не прогнозировалось. Поэтому ни один историк не будет ничего прогнозировать. И я не прогнозирую. Я не знаю, нападет ли Путин на Украину, не нападет. И, в общем, меня это даже не очень интересует. Меня интересует другое. А внутри-то нас что? Я боюсь, что внутри нас... Ну, то есть что значит, я боюсь? Все то, о чем сто раз говорено. Внутри нас эгоизм, трусость, которая проявляется в страхе, эгоизм, который проявляется в коллективизме. Украинцы были завоеваны в 20-м году, были завоеваны потом в 45-м году, были завоеваны в 45-м, последний раз. Можно их завоевать еще раз? Да, конечно, можно. Любой народ можно завоевать. Это вопрос в соотношении сил и средств. Может быть, быстро, может быть, медленно. Не это важно. Не бойтесь завоевывающих душу и тело, как сказано в Евангелии. На протяжении большей части истории человечества какие-то империи появлялись, рассыпались. Нету народа, который бы не был завоеван. Кстати, Иерусалим в Библии – отличный пример, потому что он был столицей независимого государства, ну, буквально там два столетия с небольшим. И то это под большим вопросом. Мы плохо знаем хронологию 10-9 веков. Мы хорошо знаем, когда Иерусалим был взят. Его потом брали, извините, все, кому не лень. Кстати, часто брали и Рим. Последний раз Иерусалим брали, кстати, в 18-м году. Ну, если не считать еще 1948 года, но там взяли чуть-чуть не до конца. Часто брали все восточные города. И Каир брали, и целые страны завоевывали. Это современное вот наше представление, что все статично. Но есть динамика разрушительная. Есть динамика завоевания, динамика обнуления, когда все, чего стараемся мы достичь, идет коту под хвост и генералу под кепку. А есть динамика позитивная. И вот спасение – это переход от динамики разрушения к динамике созидания. Так вот, динамика разрушения – это не когда пусинские какие-то зомби придут. Наверное, придут. Но они сейчас оперируют в десятки стран, включая Центральную Африку. Динамика разрушения – это прежде всего в семьях. Сто раз об этом говорено. Большинство преступлений, большинство насильственных смертей – это смерть от руки ближнего. О чем речь? И как мы на это ответим? Введем в наши семьи какого-нибудь солдата? Как еще в XIX веке на постой ставили войска, на зимние квартиры. Не было лагерей. Распределяли по обывателю. Ну, то есть по тем, у кого хоть какие-то средства были, горожане. И по дворянам тоже, кстати, распределяли. Мы хотим реально, чтобы вот в нашем доме еще койку для солдата поставили. Он бы следил, чтобы мы друг друга не поубивали. Так вот, я скажу. Наверное, в какие-то моменты пацифизм, миротворчество похож на пораженчество. Но пораженчество разное бывает. И Ленин был пораженец. И Ленин призывал побросать оружие. Но зачем? Чтобы вы не защищаете Николая Кровавого. Защищайте меня, диктатора пролетариата. Христианский пацифизм складывает оружие для того, чтобы его не брать никогда. И в этом смысле я более пацифист, чем свидетели Югова, которые готовы, если я не ошибаюсь, несут службу в каких-то там госпиталях. Не уверен. Хорошо, беру назад. Но вот Амбликанская церковь не вкладывает пенсионные деньги, по-моему, последние 30 лет, в пенсионные фонды, у которых есть акции в военных предприятиях. Вот, ну, как умора не надо понимать, что насилие токсично. Амбликанская церковь не сильно пацифистская. Там по-прежнему военные капелланы. То есть деньги в оружие не вкладываем, но молимся вместе с солдатами нельзя. Я категорически против священников на фронте. Категорически, хоть это американские, хоть немецкие, хоть это раввина, хоть это имамы, хоть это священники. Не дело. Вера в Бога несовместима с этим. Наше дело поддерживать тех, не тех, кто уклоняется от военной службы, а тех поддерживать, кто созидает мир у себя в доме, у себя на работе и так далее. Вот таких людей не хватает. И поэтому, ну, вот сейчас вот мы хотим, чтобы Россия освободилась от Путина. Да. Как это сделать? У него атомная бомба. На него никто не нападет. Еще не было случая, чтобы кто-то нападал на страну с атомной бомбой. На Афганистан не вопрос. На Иран? Пожалуйста. На Ирак не проблема. А на Пакистан не нападем. Хотя эта страна мало чем отличается от вышеперечисленных. Потому что Пакистан, они вовремя успели сделать атомную бомбу. И что это? Затор? Тормоз? Тормоз, тормоз. А мы как-то на Каренина, который бросится под поезд, его остановят. Ну, не потому что погибнет. Хотя тоже не исключено. Для того, чтобы победить тоталитаризм российский, милитаризм российский, надо не ждать американский десант. Надо не организовать какие-то заговоры и таракты. Прямо наоборот. Надо говорить неустанно о том, что только мир, только самооборона силы и любви, только идейный принципиальный пацифизм. Пацифизм. Говорить об этом. Вот я молчал. Кажется, уже месяца три на эту тему не говорил. А сейчас еще расскажу. Потому что вот все эти телемосты, вот все эти угрозы, последние китайские, американские предупреждения, это все куром на сверху. И это не остановит агрессора. Остановит ли агрессор крест Голгофа? Остановит ли агрессор честность, профессионализм, милосердие? Так я же не говорю, что надо остановить агрессор этими средствами. Я же говорю, надо спасти мир. Это немножко разные вещи. Остановить агрессор одно, а мир все равно будет погибать. Так вот, я призываю решать большую задачу. А вот за ее решение, может быть, последует спасение локальное от Путина. Может быть, не последует. Не это главное. А главное, чтобы мы у нас в душе и у нас дома не были Путиными сами. А пока мы на агрессию отвечаем. Агрессии. На вранье враньем. На беспринципность. Беспринципность. Ложью шапка закидается. Нас можно даже не завоевывать. Мы уже путинские тролли. Нет, не тролли, а как-то эльфы. Марлоки. Короче. Установим мир своей души. Мир честный, творческий, созидательный. С Богом. Мир честный, творческий, Pharmacy. Продолжение следует...